Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, чем отличается крокодил от аллигатора? Об этом я уже рассказывала в ролике про нильского крокодила. Спойлер, строение мордахи. Только вот наш сегодняшний гость отличился этой самой физиономией и от крокодила, и от аллигатора. Встречайте гангского гавиала – вид крупных пресмыкающихся из отряда крокодилов. Единственный современный вид в роде гавиалов. Такое красивое название эта уникальная рептилия получила от индусов, что в переводе с хинди означает просто крокодил. Гавиал является уникальным животным среди современных крокодилов, хотя миллионы лет назад их существовало несколько видов. На сегодняшний день ганский гавиал – последний из оставшихся представителей этого древнего рода. Из всех крокодилов они проводят больше всего времени в воде, выходя на сушу только для того, чтобы погреться или отложить яйца. Гавиал обитает такой чудо-крокодил в Индии, Пакистане и соседних странах, где много рек, людей и антисанитарии. Особенность гавиала состоит в его узкой пищевой специализации. Вместо того, чтобы выгрызать куски из антилоп, прибегающих попить воды из реки, гавиал решил тихо и мирно рыбачить. Для этого у него есть очень длинная и узкая морда. Такая пасть не позволяет ему схватить крупную добычу, но идеально подходит для неожиданной казни местной рыбёшки. К слову, помимо рыбы гавиал охотится на водных птичек и крабов. Гавиал является одним из крупнейших современных крокодилов, немного отставая от грибнистого. Кстати, ролик о грибнистом крокодиле вы сможете найти в плейлисте «Морские обитатели или хищники». Самцы взрослого гавиала весят по 180 кг и достигают длину до 5 метров. Самый большой известный гангский гавиал имел длину более шести. Кстати, для любви у ганских крокодилов есть специальный орган. Нет, не тот, что вы подумали, а нос. Вернее, нарос на носу. Самцы гавиала обладают отличительной особенностью — так называемым придатком. С его помощью самцы гавиалы пускают пузыри во время брачного сезона, чтобы привлечь самочек, а также используют его в качестве звукового резонатора. Самая примечательная запчасть гавиала — это челюсти. Их длина почти в пять раз превышает их ширину. Правда, у малышей соотношение не такое разительное — челюсть удлиняется с возрастом. Вытянутая пасть полна мелких и острых зубов, которых у гавиала больше, чем у всех других крокодилов. В среднем до сотни. Зато они значительно меньше, чем у других крокодилов. Они длинные, тонкие и острые. Расположены несколько косо вершинами вперед и вбок. Из таких челюстей рыбе очень трудно вырваться. Как я уже сказала, в отличие от остальных крокодилов гавиалы проводят на суше очень мало времени, только чтобы погреться или отложить яйца. По этой причине они вяло двигаются на суше, и не способны на серьезный разгон. В связи с таким сильноводным образом жизни у них даже появилась спецзащита. Это бронированные пластинки на животе. Необходимы они для того, чтобы не биться об острые голые камни в быстротекущих реках. Кстати, как и все крокодилы-гавиалы, как и наши голуби, едят камни. И это не для того, чтобы не всплывать или притягиваться ко дну. Мелкие камушки в желудках крокодилам нужны для измельчения пищи, ведь крокодилы обычно глотают огромные куски почти не жуя. Поэтому процесс измельчения они организуют прямо в желудке посредством перетирания еды камнями. Официально считается, что гавиалы не опасны для человека. Однако в Индии такое количество человеческой биомассы, что редкие кусочки индусов иногда случайно оказываются в желудках гавиалов. Самки гавиалов достигают половой зрелости при длине в 3 метра и в возрасте около 10 лет. Самец обычно имеет гарем из нескольких самок, конечно, с такими-то ноздрями, и охраняет этот гарем от других самцов. Брачный период продолжается с ноября по январь. С помощью своего нароста на носу самец пускает под водой пузыри, привлекая тем самым самочек. А те и рады таким пузырям. Яйца после такого представления откладываются с марта по май во время сезона засухи, когда обнажаются песчаные берега. Гавиалиха ночью, пока никто не видит, роет яму в песке примерно в 3-5 метрах от воды, откладывает туда яйца и зарывает их травой, создавая тем самым инкубатор. Каждое яйцо весит до 160 граммов. Больше, чем у других крокодилов. Обычно яиц всего 35-60. Гавиалиха, кстати, постоянно бдит детишек и каждую ночь возвращается к гнезду. Через 60-80 дней инкубации вылупляются детёныши. При длине около 40 см они имеют мордочку всего-то в 5. В отличие от других видов крокодилов, мать не переносит их в воду, поскольку её челюсти для этого не приспособлены. Однако, она продолжает заботиться о потомстве в течение нескольких недель. Несмотря на эту заботу, уследить за детёнышами не получается. Из всех них только один-два достигают совершеннолетия. Остальные, к сожалению, становятся жертвами хищников, ибо их слишком много, а молодые гавиалы слишком беззащитны. Взрослые особи не имеют естественных врагов, кроме голых индообезьян. Сейчас последний представитель древнего рода занесён в Красную книгу, в категорию, находящуюся под угрозой исчезновения. Раньше гавиалы заселяли почти все реки Индостана, но сейчас сохранились лишь в водах Брахмапутры, Ганга и Инда, и ещё в некоторых других реках. Основная причина вымирания гавиалов — это загрязнение индийских рек. Если процесс не остановить, то скоро гавиалов не останется совсем. А вам понравился такой динозавр-рыбак, пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.